Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 мая. Мы сейчас находимся в теплице, в моей номер 1, в которой я высаживала томаты самые-самые первые для получения раннего урожая. Я вот здесь, как всегда, работаю, провожу работы по формированию кустов томатов, но все то же самое, удаляя лишние листики, лишние пасынки. Вон там у меня войлочная подстилка, куча зелени. Но я сейчас хочу, пользуясь случаем, поговорить именно о подкормке бором. Не про формирование. Про формирование я сейчас расскажу, как формировать томат Настенька и как формировать томат Любимый праздник. Многие интересуются. Но сейчас я хочу сказать именно про бор несколько слов. Потому что у меня вот одна зрительница спросила, если цветочков еще мало, а только бутончики, можно ли сделать подкормку бора в этой фазе? Сейчас я отвечу. И отвечу на комментарии одной зрительницы. Раиса написала, что посмотрите на другом канале, там нужно делать бором с глицерином, нашатырным спиртом, аммиаком. И только тогда она поможет, так она малоэффективна. Я сейчас отвечу сразу. Но это неправда, что поможет только многокомпонентная обработка. И большинство опытных огородников подтвердят мои слова, что годами мы обрабатываем просто раствор борной кислоты, без всяких глицеринов и нашатырного спирта. И она и в таком случае работает тоже. И вот эти многокомпонентные, я хотела заострить внимание именно на этом. Это как раз вот из той области, когда не обязательно повторять всё, что вы услышите, всё, что вы увидите в интернете. И если кто-то говорит, что нужно добавлять это, 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 вот 5 компонентов, это не обязательно. Если вы даже одной борной кислотой, просто я боюсь, что вот после таких комментариев, как Раисин, многие подумают, что, ну действительно, зачем я буду делать одним бором, если у меня нет ни глицерина, ни нашатырного, например, ни аммиака. Это я делать не буду, потому что всё равно не поможет. Это неправда, если так мягко выражаясь, что это неправда. Потому что всю жизнь, из года в год, все люди обрабатывали, продаётся в садовом магазине вот сейчас борная кислота, без всяких добавок. И там написана инструкция, что вот в фазе бутонизации, в фазе цветения, в фазе завязывания плодов, если вы сделаете три подкормки, то это помогает. И это действительно так. Бор работает и без всяких этих дополнений. А дополнения эти люди добавляют просто для лучшей усваиваемости вот этого вот бора. Но он и так туда попадёт. Поэтому, если вы видите на другом канале какой-то там рецепт, такой мудрёный, премудрёный, не нужно выкладывать на моём канале мнение, что все остальные рецепты не работают. Ведь это не соответствует действительности. Вы же не делали сравнительные опыты. Вот если бы вы одну делянку так обработали, а другую вот этим пятикомпонентным, в течение нескольких лет сделали бы опрыскивание, и когда бы увидели, что одна работает, другая нет, тогда бы вы могли это сказать. Этот человек просто предлагает как вариант. А вот смотрите, вы написали такой комментарий, а если огородник живёт в отдалённом в каком-то районе, и у него нет этого глицерина под рукой, иногда есть некоторые и живут, даже аптек там нет. И что это значит, не делать борное опрыскивание? Вы вот просто немного вводите людей в заблуждение, вот я к Раисе обращаюсь, что такая подкормка малоэффективна, что она не работает, ведь это не так. Она работает и без всяких этих глицеринов. Но это хорошо человеку, блогеру, когда он сидит в химлаборатории, у него под рукой и все химпрепараты, и это, и это, и это. Он всё намешивает, рассказывает, да, это хорошо работает, но вы поймите, не все в таких идеальных условиях, и если даже нет этих глицеринов, нашатырных спиртов и аммиаков, борные подкормки всё равно можно делать, можно делать однокомпонентные. Они тоже работают, они очень эффективны, вы своим растениям всё равно поможете. И вот ответ на первый вопрос, можно ли делать, когда мало цветочков, а бутончики. Конечно, можно. Вообще, вот даже на инструкции в садовом, бурная кислота, вот пачка, там написано, первая в фазе бутонизации, вторая в фазе цветения, и третья в фазе завязывания плодов. Если вы даже упустите какую-то одну фазу, неважно, сделайте всего две, или одну за сезон. У меня в прошлом году была одна подкормка за сезон. Этого было достаточно. Иногда даже я не делаю и ни одной, бывает и так, но лучше всего, конечно, если у вас какие-то проблемы с опылением, с завязыванием плодов, лучше всё-таки помочь и боро немного им дать. И ещё, если вы делали вместе со мной, я вот делала, когда, наверное, дней 10 назад, две недели назад, я делала, когда у меня было мало цветов, но уже цвели, а сейчас у меня уже почти на всех томатах завязи, и я вот завтра или послезавтра собираюсь снова делать борное опрыскивание, и снова я буду делать однокомпонентное, хотя я и видео смотрела про этот глицерин, я всегда отвечаю так, у каждого свои методы, я никогда не заморачиваюсь, не замешиваю на 5 компонентов, на 6 компонентов, да, может быть, они лучше, но мне это нужно искать все эти, бежать куда-то покупать глицерин, у нас нет никогда нашатырного спирта дома, что там ещё было, ну, неважно, там чего-то намешано, мне проще взять по инструкции вот эту вот садовую пачку борной кислоты, развести и опрыскать. И ещё тогда писали, одна девушка написала, уже не помню кто, извините, давно, ещё неделю назад, что сделала раствор 2 грамма на 10 литров воды и сожгла все томаты вот этой борной кислотой, но это я вам скажу так, это уже не нарушение дозировки, а это просто нарушение правил обработки вот этих листовых подкормок, потому что 2 грамма на 10 литров, это самая минимальная дозировка, берут даже вот сегодня смотрела в видео, тоже опытный человек, он берёт 5 грамм на 10 литров, и это считается нормально, я вообще в прошлый раз не помню, сколько разводила, но я тоже сильно делаю большую дозировку, потому что я или редко, или знаю, что это будет первый и последний раз обработка бором, но тут главное выполнить все правила листовых подкормок, то есть нельзя утром делать, если уже солнце выходит, вот у меня сейчас раннее утро, ещё 9 нет, вот посмотрите, как солнце светит, в такой обстановке нельзя ни в коем случае в теплице делать обработку, только если утром не успеваете, я вот встаю в 5, пол шестого, в 6, если делать утреннюю обработку, если утром не успеваете, неохота рано вставать, вот в 9, уже даже пол девятого, в 8, у нас нельзя делать обработку, у нас сразу яркое солнце, несмотря на то, что на улице холодно, видите, как солнечно, она может сжечь, и это не от того, что вы положили, добавили, например, много борной кислоты, просто солнце, даже капли водяные, когда остаются, и то может быть термический, вот такой ожог, или вечером, если уж утром не успеваете, лучше обработка вечером, но опять же, обработка вечером чревата, чем если у вас такая погода, пасмурная и холодная, если вы еще в ночь намочите томаты, это тоже не очень хорошо, но тут выбирайте вариант, тот, который вам подходит, встать рано утром, это идеальный вариант, встали рано утром, еще когда нет солнышка, опрыскали, все, солнце встало, все подсохло, оно именно подсыхание идет постепенное, не так, как вы сейчас в 9 обработаете, и оно уже сразу на солнце, и оно раз прижарит, ну короче, единственное, что я могу точно сказать, если вы положили 2 грамма на 10 литров, это не концентрированный раствор, вы не могли им сжечь никак, если бы вы соблюдали, вот правила, вот этих листовых обработок, все, проборные опрыскивания, я заканчиваю, самая главная мысль, что я хотела сказать, вот ответ на первый вопрос, что в фазе бутонизации однозначно можно обрабатывать, если не успели, можно потом прицветение обрабатывать, некоторые пишут, что обработали, сожглись цветочки, этого тоже не должно быть, потому что я вот и нынче обрабатывала, и в прошлом году, всем вам показываю, ни один цветок не пострадал, главное, соблюдайте правила вот этой обработки, нельзя на солнце, все про обработку сказала, и про то, что бор не работает без глицеринов, и нашатырных спиртов, но это тоже не так, потому что многие, большинство никаких вот этих, не намешивают, ни глицерина, ни аммиака, все работает, опыляются, завязываются, растения сразу, я же читаю комментарии, растения сразу преображаются, и внешний вид улучшается, так что, если у вас нет вот этих компонентов, можете смело обрабатывать одной борной кислотой, и, ну, у меня другого слова нет, и не заморачивайтесь, если вы услышите где-то многокомпонентный вот такой рецепт, это не значит, что он единственно верный, вариантов в огороде много, как я всегда говорю, я и про себя всегда говорю, если я даю какие-то там рецепты, или вот как я делаю, это только делаю я, вы можете так не делать, и это не значит, что мой рецепт единственно верный, все люди делают по-разному, и относитесь так и ко мне, и к другим блогерам, если кто-то что-то говорит, это не значит, что это истина, вот в последней инстанции, можно делать по-любому, все, до свидания, желаю всем правильно делать обработки, обдуманно, осторожно, перед тем, как что-то сделать в первый раз, посмотрите побольше информации, ну, зайдите там в комментариях, с другими зрителями посоветуйтесь, чтобы ничего не сжечь, чтобы ничего не испортить, а сейчас до свидания, будем сейчас говорить про формирование томатов Настенька, и любимый праздник, все, сейчас скоро встретимся, через 2 секунды, где-то начали. -